ПАК 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 И снова всем привет на канале Олег Несио Брест И сегодняшний репортаж мы снова ведем Из павильона номер 95 Брестского авторынка Как вы знаете хозяин у нас здесь Саша И попробуем вам сегодня рассказать про дрели И может быть второй частью про шуруповерты Какие дрели бывают покажем, сравним ценовые категории Чуть-чуть расскажем о качестве, навязывать никому не будем Предоставим этот выбор вам Ну и обзорчик сегодня проведет у нас Александр Ну сначала мы начнем обзор с сетевого оборудования То есть все то, что втекается в розетку Возьмем три дрели одинаковой ценовой категории Макита, АЕГ и Бош Ну приблизительно одинаковая ценовая категория Но возьмем сначала Макит В принципе дрель хорошая Но для того, кто не любит долго возиться с насадочками Практически все эти Макиты идут с патроном обычным Но зато у них довольно длинный рычаг То есть ну как бы это за косяк не считали В принципе обычный патрон иногда и лучше даже чем самозажимной Потому что ты поджал со всех сторон И у тебя меньше шансов, что сверло просто провернется Понятно, что провернется сверло, наверное, как вы говорите Так, значит в этих дрелях, вот честно скажу Очень много якорей менялось Вот блин, какая-то неудачная модель сравнительно Вот, но в принципе если не перегружать, работать будет Теперь берем АЕГ Ну АЕГ как бы в принципе мне в руку как-то больше лежит И она чуть-чуть меньше Вот что в Маките, блин, они не предусмотрели Что ручка вот здесь такая какая-то большая Не очень это нравится Ну опять же самозажимной патрон Во всех дорогих дрелях патроны идут с трещоткой То есть когда ты дожимаешь сверло Он типа стоит на месте губки Но протрескивает типа, чтобы от вибрации не откручивалось Ну и реверс везде по-разному расположен В Маките в Боши, на которых тут, на боках, в АЕГ сверху В этом Боши реверс вообще на кнопке То есть, как где Ну и возьмем Бош Возьмем Бош Честно говоря, мне лично из этих дрелей всех Она самая больше нравится Самая удобная 650 ватт Рёмовский патрон с дощёлком Всё как плагин То есть, а ценовая категория та же, как и те Значит, по косякам В Бошах этих Один только косяк есть Это реверс Здесь иногда просто перегорают контактные пары Якорь никогда в жизни на неё не продавал Реально Не было такого у меня На Макиты кучи продал Якорей Шестерёнки ни в одной из этих дрелей тоже не вылетают Это нереально То есть, здесь во Шестерни цементированные Вот это просто бэушные шестерни снятые То есть, они работают Ну, по ним толком не скажешь Ни зубы не прокрошились Ничего, ни выработки, ни фига То есть, их в принципе убить очень тяжело Единственный минус Допустим, если сравнивать с болгарками эти все дрели То в болгарках чаще стоят, допустим, с выстрелами щётки Здесь-то не ставят почему-то Обычные 5 на 8 щётки стоят К примеру, у Боша выстрела нет То есть, надо следить Про выстрелы мы рассказывали Мы про чё тогда рассказывали? Про выстрелы, это когда щётка дорабатывается до определённого уровня И поднимается на коллегу Ну да-да, не, я говорю просто, кто не в курсе Это было в обзоре про болгарки у нас Ой, про... да, про болгарки Ну, право выбора мы оставляем за вами Ребят, кто угадает, Бош это или нет? Очень похоже Часто, часто очень ведутся Так вот, вот эта дрель где-то в два раза дешевле, чем Бош стоит Она одинаково выглядит Оригинальные Боши тоже комплектуются обычными патронами Сейчас мы с Олегом покажем, как они одинаково выглядят Клеится тупо наклейка И это 13RE Неопытный глаз не отличит Поэтому перед тем, как покупать, думайте мозгами Если денег она не стоит То это не Бош И в Боши никаких наклеек Вот, Олег, давай пальцем потыкай, чтобы люди повелись Ну да, это выбитое Выбито, вылито в пластике А тут нифига, будет наклейка То есть, если наклейка, значит, ребята, это какашка То есть, не смотрите, что патрон не самозажимной Такие комплектовались и оригинальные Именно такими патронами Главное, на цену сначала смотрите, а потом покупайте Ну и немножко хочется поговорить про ударные механизмы дрели Потому что все думают, что дрель, которая оснащена, вот ударная дрель, да Все путают её с перфоратором Говорят, у меня же перфоратор, ёхарный, баба И начинают долбить там бетон Это ударный механизм дрели То есть, на шестерёночке насечечки есть И на ответной части насечечки есть Их мы когда складываем вот так Получается, что шестерня просто чуть-чуть прыгает над корпусом Вот весь удар дрели То есть, это, ну, баловство Баловство Такое сверлить что-то серьёзное таким, там, стяжки бетонные, блин, с арматурой что-нибудь Это просто угробишь дрель Ну, я думаю, она и разбивает дрель, да Да, угробишь дрель только в путь А вот ударный механизм перфоратора Вот это, ну, типа промвалом его кличут Здесь стоит пьяный подшипник То есть, когда крутится, он вверх-вниз вот этим пальцем толкает Алюминиевый, вот этот, алюминиевую гильзу В этой гильзе стоит боёчек вот такой Боёк с резинкой За счёт воздушной подушки внутри гильзы Боёк бьёт по ударному болту Вот такому Ударный болт находится вот в таком бойке Внутри Этот боёк находится в растровой И только ударный болт уже бьёт Непосредственно по сверлу А вот откуда идёт 3 джоуля удар А в дрели, ну, пускай До 1 джоуля, там 0,5 мужики будет Меньше даже То есть, если сверлите бетон, стены Берите перфоратор и не дрель Ну, если хотите, конечно, нормально просверлить Не убив при этом инструмент Понятненько, ну тут система гораздо серьёзнее, чем Ну да, если немножко Ну и теперь хотелось бы представить Ещё 3 дрели в более низкой ценовой категории Но, как бы, сами между собой Они примерно одинаковые цены Мы рассмотрим 3 дрели Это Бош Зелёный Да Скил И Риоби Значит, для кузовчика, в принципе, имеет, я думаю, значение Размер По размерам вот эта именно дрель Риоби Меньше даже, чем 13 Риоби Здесь 500 Вт Ну, довольно удобная С самозажимным патроном Реверс так же, как и в Боше сделан Ну и прорезиненная, как и в серии Риоби Работает неплохо, в принципе Да и цвет весёленький Вот, что мне нравится в Риоби, это цвет В гараж серый свой положил Риоби И, блин, настроение Скил Ну, скил однозначно этот будет Мощнее, чем Риоби То есть, здесь 710 Вт заявлен Реверс, опять же, там же находится Железный патрон самозажимной А не пластиковый уже, как в Риоби Ну, это уже, как бы, дрель такая, в принципе Именно на силу рассчитанная больше, чем Риоби Риоби на то, чтобы подлезть Это на то, чтобы высадить Но цена одинаковая, да? Цена плюс-минус одна и та же, да Теперь берём Бош Не самая мощная, но самая громоздкая Честно говоря Ну, и зелёный цвет у меня что-то не впечатляет Я имею в виду Я всегда как-то старался синий взять Есть разница? Конечно, это не по фаншую Ну, не по фаншую О, это наше слово, это мы понимаем Здесь ключик уже С маленьким рычагом Я, кстати, обращал внимание, что на Маките ключ длинный рычаг И поэтому зажимать хорошо Ну и есть косячина в Бошевских дрелях Зелёных именно Синяя классная А в зелёных дрелях идёт прямой зуб Вот это конкретно именно с зелёной Бошевской дрель Вообще Бош любит прямые зубы Ты знаешь, как сказать Вот 13 РЕ, косой зуб, вообще шестерёнки не вылетают Ни разу не менял, реально Вот, а именно в этих, ух Косяк На этих зелёных Как бы вывод такой Ценовая категория одна Риоби, значит, не настолько мощная Патрон пластиковый Но везде можно подлезть очень удобно Скилл Хорошая дрель Мощная, намного мощнее, чем Риоби Железный патрон Но не везде подлезешь То есть смотря для каких работ вам надо Ну и Бош Я бы, короче, такую вообще не брал Ну, не знаю От ударов ломаются шестерни От ударов ломаются шестерни, да Прямые здесь зубья Короче, выбор за вами Никому ничего не навязываем Чтоб уже вы не подумали, что это антиреклама зелёного Боша В принципе, в нём тоже есть вот такая дрель Очень хорошая Блин, мне как бы нравится То есть она именно миниатюрная Но в ней косяки есть Я их как бы не беру Потому что на якоре идёт три зуба Да Следовательно, редуктор умирает очень быстро Особенно, если немножко перегрузить Но именно для кузовных работ, в принципе Она довольно, в принципе, хорошо подойдёт Да То есть она по размерам, как и обе дрель Те же ваты Ну вот, единственный косяк, что три зуба всего лишь ПБС-300... нет ПБС-500РЕ Понятно Почему он на три зуба? Внимание, акцентирую Вот 13-е Бош Да? А вот, вот эта 500-ка Бош То есть видно, да? Насколько разные червяки В Бош в этом гораздо толще В этом гораздо уже Ну и плюс 3-4 зуба тоже, как бы Своё значение имеет Ну а так-то, в принципе Неплохо Ну и ещё одну категорию покажем Ещё немножко бюджетней Но, как бы, это не самая бюджетная Как бы, не самая плохая категория Лаукрафт Ну, блин Гроза прошлого Сколько таких дрелей продано Вообще не сосчитать Ходят, хорошо Для своих денег вообще идеальная дрель Тоже, небольшая, реверс, удар Всё есть, как бы Ну и потом самодажимаем Сколько ватт она? 530 Ну, ДВТ Опять же Старого образца Мне дрели очень нравятся Это вот сейчас как-то Ну, ДВТ сейчас уже хуже 100 людей Да, что тут как-то на ремонт Чаще вынести начали А это, как бы Именно со старых закупей Они хорошие Тоже 500 ватт Ну и Это чуть-чуть ниже По уровню, чем те Ну, всё ещё Как бы Это что за фирма? Что-то крутится Это без фирмы, да? Без фирмы Вообще Очень китайская Ну, то есть Опять же Смотрите сами Естественно От цены зависит Насколько долго Ваша дрель прослужит Чем дешевле Тем меньше Рассчитывайте Что она будет у вас служить Да Ну, как говорится Если денег недостаточно Выбрать всё равно Что-то можно Но Тут уже Как говорится Столько и работать будет Дрель, да? И бонус Сегодняшней Эпогея Сегодняшнего дня Это Компрессор Для пескоструя Та-да! Самый большой Компрессор Что у меня Есть Ну как, ребята? Отлично Готовы работать? Да, можно с собой Его взять Как сумочку дамскую И пошёл Да Скорость накачки Два куба В минуту Обалденный 40 атмосфер 40 атмосфер даёт 40 атмосфер Турбо-дизель Интеркулер Работает на дровах Да Ну, кроме шуток Это, наверное, скорее всего Для Аэрографа Да Как бы тоже Кстати, есть и такие Да, вот Кто аэрографией Занимается Зачем Большой Покупатель Взял Такое Под стол Его поставил И дыркает Там себе Чуть-чуть То есть Прикольно Да, для аэрографа Вполне Да, ну Ещё Небольшой Такой Обзорчик Проведём По перфораторам Как бы Ну, иногда нужны В гараже Перфораторы Да Может кто-то Занимается И в гараже И там Допустим Ремонтом квартир Ну Как бы уже Заодно Немножко Расскажем Так Перфоратор Makita 2450 Очень распространённая Хорошая модель Перфоратора Да Часто попадаются Подделочки Чемодан Абсолютно Одинаковый При покупке Комплектуется Наклейками Правда Блять Все наклейки Уже Папа наклеивал По павильону Ну Ладно Ну Комплект То есть Наклеивается На чемодан Вот такая же Наклейка Получается Makita Чемодан Да Заметьте На оригинальном Чемодане На ручках Makita Выбита Теперь Смотрим Нихера Открываем Открываем Макит Ну Довольно Все скромно Никаких Сверл Ничего Выбитая В корпусе Надпись Пластиком Не наклейка Не наклейка А вот Именно Пластик Вот Ну и С виду Довольно Простенький Перфоратор Здесь Наклейка Заметьте Здесь Выбита Вот Так И на ручке Литье Makita Видите Оригинал Провод Провод Мягенький Наклейка 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 Провод Мягенький Но Здесь Немножко Другая Модель Комплектуется Патроном Но Тем не менее Даже Если Патрон Есть Патрон Может Комплектоваться Человек Придумает Историю Так Мне За бутылку Приносили Тоже Нет Это Я вру Мне Приносили Не за бутылку Но Очень За смешные Деньги Кстати Вот Здесь Перед рынком Продают Такие Конкретно Занимается Парень Вот Это Была Makita 24,50 Народ Не ведитесь Подделка Makita Дорогая Еще раз Смотрите Как видите Ни одного Сверла Совершенно Скромная Везде Все Выбито В принципе Даже Полить Здесь Наклеечки Да многие Видишь Покупаются Вот на набор Таких Этих Ну Это Все Тут Пластилиновая Тоже Это Была Makita Два Одинаковых Чемодана И Оба На Смотрите Любые Наклейки Идут В комплекте Которые Приклеиваются Пожалуйста Вот Чемоданчик Наклейка Скажите Тросик У вас можно подобрать Опять же Литье Никогда Не идет Пластиковый Сейчас покажу Еще Кое Что То есть Вы Когда Этот Патрон Закручиваете Под обычное Сверло Да Вот Наши Губки Сошлись Слышали Треск Патрон Не ломается Это Трещотка Потом Щелк И он Откручивается Нормально То есть Это Шоп От вибрации Не откручивается Фиксация Более Надежная Вот Это Оригинальный Патрон Такой Ж В Makita Оригинальный Идет Если Макита С съемным Патроном Железный И с трещоткой То есть Пластиковые Хрени Там Не идет А теперь Подделка Ну Как бы Я думаю Видать Очень Похожая Да Вот Сделаем Так Опять же Приклеим Наклейку Да То есть Смотрите Здесь Черный И Синий Корпус Это Просто Модель Не 226 А 2600 Если Было 226 У нее тоже Черный Корпус То есть Вы бы Не отличились То есть На это Обращать Не надо То есть Опять же Смотрим На патрон Обычная Пластиковая Хрень Как бы Закрутили И Никакого Отрезка Но если Вы конечно Не сломаете Патрон Не будет То есть Обычный Самый Зажимной Патрон Ну Как бы Опять же Вот вам Сверлышки Пластилиновых И Тряпочки Для личика Нету Ну Ясно Обделили Короче Тут Определить Можно С легкостью Короче К чему Веду Народ Если На улице Или в магазине Вам продают Оригинальный Бош За 100 долларов Перфоратор Хороший Подумайте Сами Ну как Может Оригинальный Бош Стоит Такие деньги То же самое Допустим Предложат Вот Давай Мы тебе Через год Накрытую Большим Большим Покровалом Привезем Вольво С 80 За 1000 Долларов Вот Вы поведетесь Новую Хорошую И небитую Санеку При движении При движении Перфоратор Включен Не щелкайте В позиции Ты выключил Перфоратор Щелкнул На низких Оборотах Начал То есть Сцепление Вошло И потом Пошел работать Ну и опять же Везде Есть ограничения По сверлам Если за большие Сверла Или коронки Ставить Просто Выходит Со строя Сцепление Предохранительное Ну и потом Залетайте На деньги Поэтому Приблизительно Ставьте То что написано Ну и как бы На этом Я думаю Закончим Этот обзор Надеюсь Вам понравилось Телефон Саши В описании Видео То есть Брещане Могут его найти По этому телефону В описании Под видео И Можете Как бы Прийти На авторынок Если в чем-то Сомневаетесь Саша Вам подскажет Что выбрать То есть Выбор за вами И небольшое Объявление Значит Вводим Такую систему Небольшую Если Ко мне приходит Человек Именно Конкретно Смотрящий Канал Наш Крутой Да подписчик И говорит Ну вот я От Олега Пришел Покупаю У тебя Вот такую Штуку Да Я с каждого Инструмента Буду по чуть-чуть Откладывать Ну меньше Зарабатывать И в итоге На какую-нибудь Вещь Для конкурса Мы эти деньги Потратим И просто Будет Именно Грубо говоря От меня Подарок Для победителя Конкурса Который Строит Олег Понятно Реклама Это маленькое Объявление Для жителей Бреста И при Лежащих Районах Как бы Магазинчик Действительно Очень Компактный Но здесь Все есть Каждая мелочь Из которой Вам А на сегодня Все Всем Добра И Бабла